всем привет дорогие друзья в ремонт принесли планшет all stars модель у нас вот такая сфокусируемся t74 ms проблема у нас банальная разбит тачскрин как мы любим тачскрин я уже снял снимаю тачскрин я с ее любимой лопаткой вот такой нагревая термовоздушной станцией вот такой не сильно поднимаю он отлично отклеивается как на странно тачскрин у нас есть на него не под заказ прямо в городе вот такой тачскрин мы приобрели вот такая маркировка продается в магазине так gsm если что это не реклама просто нужно искать уметь маркируется как china tab china tab 7 особенность у нас тачскрина такая что это у нас и не хит не хит не 1 не хит 2 сейчас покажу на хит у нас тачскрин на хит лежат сразу же новые тачскрин на хит шлейфа у нас одинаковые одинаковые абсолютно 30 пин 30 пин но увы не совместима потому что у хита у нас камера смещена и плюс еще есть 3g у нас у хита а у некоторых моделей даже два модуля 3g имеется а тут 3g у нас нету так что динамика у нас сверху нету поэтому он не подходит так этому убираем где купить рассказал сейчас покажу быстро вклеить клеем мы его на стандартный скотч который идет на нем же чтобы не заморачиваться тут у нас все снято это мы выбрасываем шлейфа все лишние обрезали когда снимали вообще не заморачиваясь чистим рамку от стопков клея клея у нас тут и нету все осталось на тачи слегка продуваем дисплей от слишком в пыли всю пыль смысл и выдувать все равно у нас не герметичный дисплей пыль туда в любом случае залетит снимаем защитную пленку с тачскрина транспортировочно перед этим конечно же тачскрин был проверен потому что претензии качество тачскрина после снятия пленок уже не действительны пленки мы снимаем снимать защитные слои скотча скотч у нас прозрачный достаточно липкий ни разу еще на планшетах не отклеивался на самсунгах на оригинальных дисплеях было такое что отклеивался столовской клей скотч еще раз продуваем центруем мы по верхней части не видно камера до сильно близко сейчас я отцентрую покажу центруем по верхней части чтобы в рамку у нас края легли иначе он прилипнет и просто тупо потом его хрен отрывешь придется определить отклеивать тачскрин у нас на месте камера у нас на месте подключаем шлейф тачскрина предварительно планшет должен быть выключенный чтобы ничего нигде не коротнуло аккумулятор я не отпаиваю к меня этой скрины не вижу смысла так как питание тачскрина так перестает поступать планшет у нас довольно интересный видим что у нас могла быть задняя камера но вы ее нету шлейф фиксировать и также не буду тоже не верю смысла многие мастера это делать я это не делаю нет у нас вибромотора зато у нас есть микрофон есть у нас динамик значит у нас присутствует вайфай можем разговаривать скорее всего типа по skype проверяем запускаем планшета он скорее всего севший я так думаю нет тортует зарядник него воткнем заодно проверим заряд заряд стади не идет на него почему-то а вот видимо разъем тоже подбитый на разъем менять нас не просили так что будут со старым разъем потребление сейчас порядка 800 миллиампер сейчас возросло до ампер 200 это очень хорошее потребление для данного правда так фонарик у меня он светит на стол сейчас стартанет убеждаемся что планшет полностью исправим и собираем обратно болтов у нас на крышке не было просто крышку защелки предварительно нужно попасть динамиком вот в эту рамку так планшет стартанул реакция диска есть какая-то ошибка приложения youtube но это мы сейчас сбросим уберем ее так так планшет разблокировался но эта ошибка нам дальше не даст работать нормально смотрим попадая в меню пробуем попасть меню ошибка и на час брошу дальше видами так то есть кин работает вам спасибо за просмотр по поиску любите если есть какие то вопросы можете обращаться подскажу где что купить магазин у вас принципе в городах одинаковые цены в принципе тоже одинаковые кстати стоимость и скрина что-то около двухсот пяти есть рублей вот такая маркировка если что по модели спасибо за просмотр до новых встреч пока пока не забываем поставить лайк и подписаться на канал простимулировать на новое видео спасибо большое